Всем привет, друзья! Шалом! Здравейте, приятели! Дима Даниэль, Скалско, Болгария, 4 сентября 24 года. Друзья, что у нас нового? Ребята, заболел! Ребята, заболел! С такой улыбкой я это говорю, потому что, вы знаете, всегда, конечно же, на позитиве я веду свой канал. И если за полтора года, вот, сделал такую статистику, первый раз за полтора года я реально простудился. Ну, с чем это связано, конечно же, ну, привыкли мы, друзья, в Израиле то, что у нас нету четырех времен года. У нас, в принципе, два времени года. И когда человек находится в состоянии, что огромное количество времени идет дикая жара, а потом наступает какая-то осень. Здесь же все-таки в Болгарии четыре времени года. Климат жутко меняется за это последнее лето. Вообще, оно какое-то аномальное. Мы его пережили с грустью, потому что просто дикая жара на протяжении всего лета у нас в Центральной Северной Болгарии. Я редко помню, что столбик термометра опускался ниже 33 градусов. И вот, несколько дней назад, знаете, такая резкая перемена температуры, вот резкая, то было 33, потом ночью 14, и, скорее всего, в этот момент поймал я какой-то вирусок. Светочка говорит, что, Дима, у тебя корона. Я говорю, да нет, короны нету. А даже если бы была и корона, то ничего, в принципе, страшного, потому что симптомы мы знаем, я четко знаю, как проявляется простуда, и никакой, естественно, абсолютной паники нету, потому что, ну, потому что всегда есть аптеки, всегда есть доктора, и всегда все можно купить. Ну, давайте разберем медицину в Болгарии и немножко поговорим об этом. Делал уже раннее видео, а сейчас, может быть, пора, пришло время вспомнить. Итак, какое право на медицину здесь мы имеем, переселенцы, люди, которые переехали жить в Болгарию на основании визы Д и вида на жительство, какое мы имеем право, на что мы здесь имеем право по медицине? Друзья мои, никаких прав по медицине здесь мы абсолютно не имеем. У нас обязательная медицинская страховка, годовая у меня и у супруги. Это обязательное условие продления и получения визы Д и вида на жительство. Эта страховка, она такая общая, стоит она где-то в районе 170-190 лево в год. Разделим пополам, мы получаем в евро, это где-то 85-90 евро в год на человека. На что распространяется эта страховка? Страховка распространяется на экстренные случаи. Если, не дай бог, человек упал, сломал руку, ему срочно нужно в больницу, это покрывает эта страховка. Человек приезжает в больницу, получает необходимую помощь, ему выставляют счет, он предоставляет этот счет в страховую компанию, ему все возвращается. Напомню, видите, насморк, не судите строго, но бывает. Вот, и вот в принципе и все. Страховка распространяется на экстренные случаи. Попадание, не дай бог, в госпиталь, попадание в больницу, да. Если же человек хочет пойти сам к доктору, к любому доктору, к доктору-терапевту, к доктору-специалисту, он идет здесь по платной ситуации. Я прихожу к доктору, говорю, здравствуйте, вот у меня есть лично карта, это документ на долгосрочное пребывание в Болгарии, показываю, и я плачу как иностранец, чужестранец. Если болгарин, у которого есть постоянный, болгарин, у который здесь живет, у него гражданство, у него есть дравна касса, для него это медицинское обслуживание, либо бесплатное, либо он должен платить какие-то небольшие страховые взносы. У нас, как у чужестранцев по виду нажительства, этого права нет, поэтому мы за все везде платим. Платим немного, если я иду к терапевту, у нас в Габрово есть прекрасный доктор, русскоговорящий, если я иду к нему, я плачу там 7 лево, 3,5 евро за прием, и меня принимают как, в общем-то, любого человека. Кабинеты чистые, доктора образованные, доктора улыбаются здесь, друзья мои, в Болгарии, поэтому ни разу пришедшим к доктору, ходили мы со Светочкой, ну, наверное, несколько раз, мы не встречали какого-то неприятного отношения, все культурно. И если в сравнении по отношению наших израильских докторов в больничных кассах, я никого не хочу здесь обидеть, но, конечно, разница есть. Все-таки здесь немножко, так сказать, подушевнее. Доктор вас выслушивает, доктор не пялится в компьютер, тыча кнопочками по клавиатуре, и смотрит на вас, как на человека, на которого выделено буквально 5 минут по больничной кассе в Израиле. Я, опять же, не хочу никого здесь обидеть, но, прожив 32 года в Израиле, мы все это знаем, и, скорее всего, вы, как подписчики из разных стран, вы можете написать ваш комментарий, будет очень интересно, как вы себя чувствуете, когда вы идете к терапевту в вашей стране. Здесь вот так. Последний мой приход к личному доктору, доктор Людмила, опять же, очень удобно, русскоязычная, меня все понимают, я ее понимаю. Я пришел последний раз, мне нужны были таблетки от давления, заплатил 3,5 евро за прием, доктор спросил, какие у меня таблетки, я сказал, израильское название. Доктор посмотрел и дал мне аналог лекарства, которое продается в Болгарии. Я пошел и прекрасно по рецепту это лекарство купил. Далее я вам скажу, что стоимость этого лекарства от давления здесь, в Болгарии, по рецепту, как чужестранцу, стоила мне дешевле, чем в Израиле с полной скидкой от больничной кассы. Вот такая ситуация была, друзья. Теперь, чтобы надо понимать, что Болгария это страна Евросоюза, и здесь полнейшая регуляция по медицине, здесь в аптеках не бывает непонятных лекарств, здесь все официально, здесь все регулируемо. Более того, что еще известно со старых добрых времен, что болгарская фармакология, она очень знаменита в мире. Я помню всегда раньше, когда еще не думали о Болгарии, просил, если кто-то едет, ребята, пожалуйста, привезите болгарскую валерьянку, она считается самой лучшей. Ну, такой простой пример. Какие здесь цены на лекарства? Опять же, очень сложно сказать, потому что все лекарства разные. Лекарства есть, извините, сморкаюсь, ну больной человек, что сказать. Вот. Разные стоимости. Есть дорогие лекарства, есть лекарства дешевые, но что я хочу вам порекомендовать, когда здесь вы пойдете в аптеку, то старайтесь покупать лекарства болгарского производства, потому что они прекрасного качества и стоят намного-намного дешевле, чем, например, те же аналоги Франция, Германия или другие страны. Здесь также прекрасно продаются в аптеках израильские лекарства, произведенные нашей дорогой фирмой Тева. Я ее не покупал, поэтому не знаю. Давайте рассмотрим, нужно ли везти лекарства в Болгарию из Израиля. Да, господа, если вы получаете какие-то определенные виды лекарств, которые вы пользуетесь, конечно, вы везете их. Но в нашем случае, нет, мы в самом начале напривозили сюда Акамола, ну, такие, процетамол, обезболивающие какие-то, какие-то лекарства для сна. А потом прекрасно поняли, что все здесь можно пойти к доктору и все здесь можно прописать. Лекарства серьезные, которые требуют рецепта, здесь после доктора вам прописывают любые. Ну, вы не можете купить, например, в аптеке здесь сильнодействие какой-то снотворный или какой-то сильный антибиотик. Без рецепта здесь, в Болгарии, это купить нельзя. Друзья, запрещено, ребята, регуляция Евросоюза. Здесь в этом и есть разница от стран не Евросоюза и Евросоюз. Все-таки здесь есть больше законов. Не все так прекрасно, но законы существуют. Вот, 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 что касаемо лекарств. Опять же, господа, друзья, те, кто переезжает в немолодом возрасте, естественно, все сомневаются и об этом все очень должны задумываться. Часто говорю, что если в Израиле вам необходимы какие-то специальные лекарства, дорогостоящие, за которые в Израиле вы не платите по больничной кассе и платите мало, такие лекарства здесь тоже можно прописать, но весь вопрос, сколько они здесь будут стоить. И, возможно, они будут стоить здесь достаточно дорого. Имейте, пожалуйста, это в виду. Это очень важно. Поэтому при переезде людей с хроническими заболеваниями, с дорогостоящими лекарствами, нужно все всегда очень хорошо взвешивать. Потому что, ну, если, конечно, вы катаетесь достаточно часто, вы можете это с собой постоянно привозить. Но есть лекарства, которые не разрешены к провозу, без соответствующих документов. И просить привезти кого-то вот такие медикаменты, это значит, что вы можете кого-то подставить. Не дай бог, у человека проверили сумку, нашли лекарство, у него нет документа. Ребята, это достаточно уголовное преступление. Поэтому здесь просить кого-то не нужно. Нужно просто заранее четко все просчитывать. И, как я и сказал, серьезно задумываться над переездом в другую страну, если вы привязаны к каким-то определенным медикаментам. Но в остальном здесь можно пойти к доктору, получить любое лекарство. Если, к примеру, я сейчас бы, не дай бог, чувствовал бы себя намного хуже, что бы я сделал в данной ситуации? Я бы пошел. Здесь можно идти практически без записи. Я сел бы сейчас на машину. Через 12-13 минут я был бы в Габрово. Зашел бы к доктору Людмиле, рассказал бы. Она меня там прослушала, посмотрела мне горло. И что бы она мне на самом деле выписала? Она выписала бы мне такие же антибиотики? Нет. Здесь многие доктора, в отличие от израильских, они очень думают перед тем, как что-то вам прописать. И вот просто так. А, у него болит горло, вот антибиотик. У него болит-то, не знаю, симптомы такие. Вот антибиотик нет. Здесь нормальные доктора, прежде чем выписать антибиотик, 10 раз вас предупредят, что антибиотик, он не очень полезный. Здесь это так. И постараются не выписывать вам антибиотики только в каком-то серьезном случае. В данном случае мне, я уверен, антибиотики не нужны. Хотя, честно вам скажу, с последней поездки, Светочка привезла мне две пачки аугментина, по-моему, какой-то антибиотик, чтобы он на всякий случай был. Но, опять же, нету повода его на данный момент использовать. Вот. Поэтому все прописывается, все вопросы решаются, весь вопрос только на самом деле... Да нет, в принципе, даже и не финансовый. Как я и говорил, если мы идем к специалистам, семейный доктор, личный доктор говорит, так, в данной ситуации я рекомендую пойти там у ухо-горло-нос, или уролог, или, не знаю, другой врач, дает направление, туда я иду, плачу там тоже частным образом. Стоимость такого специалиста, она уже может варьироваться где-то 50-70 лево за прием. Это 25 плюс евро за прием. И там мы уже получаем обслуживание. Важно понимать, что в Болгарии очень много узкопрофильных специалистов. Когда даже по горлу, даже по еще каким-то вещам, я всегда стучу по дереву в этой ситуации, чтобы, не дай бог, туда не ходить, это узкий профиль, узкое направление. Это хорошо? Да, это хорошо. Ну, к таким докторам, слава богу, мы не ходили. Но если нужно, в любом нормальном крупном городе, ну, что значит крупном? Габрово не считается крупный город, но здесь есть несколько больниц, здесь есть квалифицированные специалисты, куда можно пойти за деньги. Несколько раз ходили, обслуживанием были очень довольны, и получили то обслуживание, которое, да, решило проблему. Но, господа, всегда нужно понимать, опять же, что если человек немолодой, если у него есть какие-то хроники, хронические заболевания, то, конечно, жить в 60, 70, 50 километрах от какого-то крупного городка, это значит, что вам нужно, ну, вам нужно ехать. 50-60 километров, ребята, в некотором случае это время, и в некотором случае это, в общем-то, сомнения какие-то. Надо успеть. Поэтому, если люди, ну, знают свои проблемы, то, конечно, романтически селиться где-то вдалеке от крупных городов 30-40 километров, ну, не нужно. Романтику в сторону. Давайте правильно оценивать наши шансы и наши риски. Извините. Да, вот так и бывает. Поэтому я всегда говорю, романтика хорошо, дом в селе это замечательно, когда дом ваш в селе находится в 10-15 километрах от ближайшей поликлиники или больницы. Есть ли у нас в селе в Скалску доктор? Да, у нас в Скалске есть доктор, который принимает, по-моему, по субботам. Ходили ли мы к нему? Нет, не ходили, потому что, слава богу, не нужно. Но если что, вопрос бы решился. У нас в Скалске в селе живет женщина, она фельдшер. Так что, если бы, не дай бог, опять же встал бы вопрос, можно всегда первопомощь обратиться. Не дай бог, но это есть. Но, как я и говорю, люди 70+, люди 68+, ребята, ну, прежде чем покупать дом в селе, дачку или что-то, серьезно подумайте над этим. А может быть, лучше все-таки поселиться где-то в городе? Или очень близко от города? Потому что, конечно, романтика, как я говорю, хорошо. Но всегда нужно взвешивать наши шансы и наши риски. Здесь нельзя ошибаться, поэтому и наш выбор был 15 километров от крупного города, где за 12-14 минут. Пробок здесь нет. Я иногда в Ашкелоне, с Невет Калим, я до Барзилайи, до госпиталя мог добираться 30 минут. Вот так. Сейчас уровни медицины сравнивать не будем. Я думаю, что вы сами мне напишите, что происходит в ваших странах, доставите комментарий и скажите, какое сейчас отношение докторов к обычным пациентам. Я, упаси Господь, не хочу говорить про всех докторов. Вот. Так что самое главное, это не болеть. Все вопросы решаются. Все медикаменты в аптеках есть. Все можно пойти быстро купить за один час и решить все вопросы. Ну, а если уж госпиталь, значит госпиталь. Но в данном случае, в моем случае, это не происходит. Друзья, дай нам Бог всем здоровья. Я пойду я, ребятки, пить чай с настоящим болгарским медом. Потому что болгарский мед, который не куплен в магазине, а куплен у бабушки на базаре или подарен хорошим болгарским другом, спасибо, Любомир, он на самом деле иногда лечит лучше, чем любые медицинские лекарства. Кто-то мне сейчас скажет, что Дима нужно попить горячие ракики. Не знаю. Может быть, вечером Светочка мне согреет 50 грамм горячей ракики и я их, так сказать, приму. Но сначала мы будем лечиться медиком. Оба в ден! Шеликам йом наим хаварим шели энде хави найс дэй, мэй фрэнс. Чао-чао. Мира, здоровья самое главное и удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует...